Город, который все помнит, город, который простит У каждого своя колокольня, и каждый сам выбирает, где жить По-любому первый комментарий будет чё-то начало скучно Мда Всем привет! Добро пожаловать в новый проект, который называется «Родился-пригодился» И он для всех тех, кто хоть раз в жизни задумывался о не уехать ли мне в большой город в поисках лучшей жизни Но лично я задумывался, но остался здесь, в Барнауле Интересно, а из тех, кто поет молодежный гимн, кто-нибудь вообще остался в Барнауле? Но есть люди, которые никуда не уехали и остались здесь, или как мы это называем, родился-пригодился Именно у этих людей мы и будем брать интервью Никита, будет, дудь, дудь, будет, да не, фигня какая-то На Алтае очень много талантливых и действительно успешных людей И сегодня мы поговорим с одним из них Блин, классно, что основатель Гриллинс просто так согласился дать интервью Кстати, надо на одну остановку пораньше выйти, чтобы он не увидел, что я на автобусе приехал Он никуда не уехал из Барнаула и остался здесь И у него получилось И получилось вкусно Он создал собственную сеть фастфудов, которая в 2019 году стала лучшим объектом фастфудов в России Среди всех фастфудов По всей России Кстати, погоди, многие его не знают, но знают одно Царское с чесночным, это топчик Кстати, пацаны, Гриллинса вот в ту сторону, да? Вообще начиналось, как раз, печально Да всем интересно, сколько вы зарабатываете Три минуса города А сколько стоит проезд в автобусе? Я пошел работать на дядю До стачи, воровство Мы начали бизнес с 30 тысяч рублей Ну, конечно, ему легко говорить Твоя шаурма Снято Один, два, три, четыре, пять Три, четыре Пять, четыре, три, давай Все нормально, все работает Так, все, давайте начнем потихонечку прогуляемся То есть задача у нас какая сейчас Мы пойдем по аллейке пока Поговорим с вами не спеша Либо вот просто вот мы сидим, разговариваем Потом, скорее всего, мы сядем на лавочку Чтобы сильно много статики не было Да, хорошо И все Ну что, все, пишем Дим, сегодня поговорим с вами Ну, так как проект называется Родился, пригодился Сегодня хотелось бы затронуть Не только тему бизнеса Хотелось бы затронуть темы Нашего города, родного, Барнаула Также вашей личной жизни Но сейчас хочу вас поздравить с первым Это, конечно же, победа в номинации Лучший объект фастфуда в России Все правильно сказал? 2019 года Если в двух словах Что это обозначает Что это значит Лучший объект фастфуда И что он, в принципе, вам дает для дальнейшего роста В России проходил ежегодный конкурс Торговля России 2019 И наша грильница заняла первое место В номинации Лучший фастфуд России Когда я выходил на сцену Ну, честно говоря, все обалдели Все были в шоке Была неожиданность Неожиданность, что грильница Фастфуд, шаурма Мы победили просто Наверное, из нашего дизайна Подхода Мы все-таки Мы все-таки Сделали крутой продукт Крутой подход Мы переломили Мы переломили Сознание людей Мы переломили сознание людей Сознание людей, живущих здесь Или живущих в Москве Здесь В первую очередь Живущих в Сибири Потому что нас не знают Не только в городе Барнауле уже О городе Писке В городе Томске В городе Новосибирске Нас, кстати, знают заранее уже Заочно Ну, к слову О расширении Типа в рамках франшизы Мы поговорим чуть позже Наш канал называется Родился-пригодился По одной простой причине Но мы хотим затронуть проблему Почему люди уезжают Почему остаются Здесь нет неправильного варианта Но вопрос такой Хочу вам в лоб задать Почему не уехали из Барнаула? Никит, у меня не было ни единой мысли Уехать из Барнаула Это честно Так как я учился У нас, во-первых, не было возможности Даже думать об этом Мы должны были реализовывать себя здесь То есть параллельно учебе Мы думали, чем бы нам заняться И мы стали бизнесменами Сразу стали бизнесменами Конечно, бизнесменами Предпринимателями Теми людьми, которые приняли какие-то действия На третьем курсе в институте Молодые И все-таки, я не знаю Барнаул нас вырастет Так получилось, что Барнаул нас вырастет Ну хорошо, ладно Назовем Барнаул условно таким отцом Который задал вас эти все качества Но вообще в целом о городе Нравится город? Хорошо, давайте прям три плюса Города Барнаула Вот прям три плюса Чем он вам нравится? Первое Это очень душевный город Компактный город И красивый город Чистый город Ну да, за 40 минут можно от одного конца Это хорошо? Это круто Чем? Это... Ты спокой внутри У меня вызывает Барнаул Это спокойствие Так оно и есть Это спокойствие Если приезжать в мегаполис Или какой-то другой город То тревожное состояние Оно присутствует Это лично у меня Для жизни Для развития Это город узнаваем То есть, если ты хочешь Заниматься бизнесом здесь Ты очень быстро Можешь себя зарекомендовать Тебя очень быстро могут узнать Хорошо, ладно Про плюсы все на самом деле Предельно понятно Три минуса Я не поверю, что все равно Вашими глазами их найти Невозможно Три минуса города Три минуса в сфере бизнеса? В целом не буду ограничивать вас Считаете бизнес? Хорошо, давайте про бизнес Нет, в целом Окей Вот здесь бизнес Доходит ты к какой-то точке И больше ты его уже развивать не можешь Что мешает? Здесь Территориальность, население Масштабы Это что касается нашего бизнеса Все только какие-то нематериальные факторы То есть, которые, мне кажется, складываются только в голове у предпринимателя Кажется, что ты не прыгнешь выше головы А, может быть, люди какие-то мешают Я говорю уже тогда Когда ты уже прыгнул выше головы То, конечно, ты начинаешь стремиться в другие регионы Это не только в Барнауле Ты, живя в Петербурге и Москве Тоже будешь стремиться дальше Если ты занял рынок Но начиная с Барнаула Мы подготовились к тому, что можно идти дальше Но жить здесь Иди дальше, живи здесь Развивайся, путешествуй Единственный минус, наверное, что от маленького города такого нашего Я считаю его маленьким почему-то Хотя он не такой уж и маленький Что у нас, конечно, очень быстро распространяются слухи Вот, ну это разве не минус? Вот я плохо отношусь к этим вот, не знаю, слухам Люди говорят что-то лишь для того, чтобы говорить Последний слух, который про вас распространяли Про меня лично или про компанию? Про вас лично Знаете, что, честно Говорили, что О том, что у нас очень богатые родители Нам дали денег Чуть-то там отец не живет не в Москве И мы все дельницы развиваем За счет каких-то инвестиций от родителей Это слух был И когда мне об этом говорили Я говорю, кто это сказал? Да там кто-то сказал Как бы поступили с этим человеком, если бы узнали, кто это? Да никак, пускай говорит Ну, что-то его мнение пускай говорит А как я с ним поступил? Нет, ну, на самом деле много способов решить проблему по-мужски Я думал, он бы не признал, что он сказал Это первое А потом, то есть, ну, если признался, то бы он объяснил, что все-таки, ребят Ребят, объясню вам И скажу откровенно Если ты будешь действовать Если у тебя будут гореть глаза Если ты будешь делать что-то здесь Крутое То ты здесь Будешь успешен и богат И тебе будут притягиваться деньги А если ты не будешь делать здесь и не будешь делать там То нигде ничего не будет Ну, на что, на что нужно обратить внимание молодежи? Хорошо, это все классно звучит от человека, который уже чего-то добился И я уверен, что сейчас вот под прицелами камер вы сейчас находитесь И кто-то сейчас сидит и смотрит, думает Ну, конечно, ему легко говорить Он уже это прошел все Вот что молодежи, на что им нужно обратить внимание У них сейчас ничего нет У них есть, возможно, первый, второй курс Какие-то легкие идеи И все Ребят, вот идеи витают в воздухе все Нужно просто брать и делать Сегодня взял и делаешь И уже начинаешь действовать Прививаешь все просто привычки полезные Вот делать, ребят Даже экономику можно не считать Просто делай Потом начинай считать что-то Ну, а что делать? Вот они открывают кальянные Вкладывают 200-300 тысяч Прогорают Уходят Все Говорят Я пошел работать на дядю Все Не мое Не знаю Ничего не получилось Хотя считал себя предпринимать Не получилось здесь Дело еще А где деньги-то взять? Все, он последний Вот как ему выйти, возможно, из этого ощущения того Что как будто его последний шанс уже закончился Никит, это отговорки Ты крутой вопрос задаешь Мне нравится Вот знаешь Некоторые молодежь, не только молодежь Они рассуждают так А если были бы деньги Если были бы связи А если были бы Ищут удобные случаи Там родители богатые То конечно бы я это сделал И достиг И построил бы бизнес в таких масштабах Ребята, это всю чушь Это ерунда Это отговорки Это самооправдание Я еще раз повторяю Мы начали бизнес с 30 тысяч рублей И об этом знает много кто 30 тысяч рублей Мы взяли у своей тети В долг Отдали? Нет Я сказал, что не отдам Почему? Ну потому что я не факт, что отдам Я так и сказал Тетя 30 тысяч рублей беру Не факт, что я отдам Не, ну сейчас отдали Ну конечно отдал с лихвой уже Помогаем ей, конечно Очень сильно помогаем Процент И товар купили на 5 тысяч рублей Это когда вы открывали А, еще до гринлиц До гринлиц Колбасный отдел И когда я стал продавцом Дворником Бухгалтером Грузчиком Ну или сокращенно Индивидуальный предприниматель Еще индивидуальный предприниматель Ребят Я был один Самое-то главное Это было 30 тысяч рублей Начальный капитал Какой это год был? 2005-2006 Ребят, ну это вот какой год Когда я закончился В 2008-м Да В 2006-м Да, год был, наверное Ну в шестом году 30 тысяч рублей Ребят Тот же холодильник Сейчас купишь за 7 тысяч рублей Я просмотрел Да, то есть особо Колбаса, да Выросла товар Ну будет не на 5 тысяч На 10 тысяч рублей Колбаса Ладно, хорошо, ребят 50 тысяч рублей Кто может найти за месяц 50 тысяч рублей Руку поднимите А, не надо было поднимать Ну ты поднял Надежно Ну правильно Ну все 50 тысяч рублей Любой найдет Любой студент Найдет 50 тысяч рублей Пойдет, ждет кредит По крайней мере, да? Сейчас я уверен Что многие сейчас Кинутся в бой По созданию колбасы Мы сейчас Маленько подытожим Дмитрий Приготовил для вас Блиц Вы его Не знаете Но я так хочу Просто вам сказать О чем я думал Когда я его составлял Хочется проверить Насколько вы Помните себя Вот того Молодого Диму Который еще Ничего не достиг И он только где-то Вот нашел тропинку верную Поехали Я задаю коротко вопрос И вы можете отвечать Как хотите Сколько стоит проезд В автобусе? Сегодня В 2019 году Окей Транвай 23 рубля Автобус думаю 25 Газелька? Транвай ехал Два дня на трамвай ездил уже Просто не стали Брать у вас деньги Мы знаем Мы не будем Хорошо Где пообедаете? Грильница Или центральная кофейня? Сегодня грильница Грильница Так патриотично И покушаете вы все Патриотично Не послушали второй вариант Что я подумал Что как будто Это постанова Отдых В Горном Алтае Или на Бали? В Горном Алтае Точно? Точно В эти же выходные В эти же выходные? Да Выбор Горный Алтай В любом случае Или вот А если жена скажет Хочу серфинг? Значит поедем в Испанию То есть Третий вариант Хорошо Мариара или Бахетле? Бахетле Почему? Вы знаете Мне нравится их подход Мне нравится то Что я могу взять себе покушать Все готовое Быстро И удовлетворить свои желания Мариара Мариара Хороший магазин Но Чесночное Чесночное Или сырное Ребят Сейчас сырное Сырное Знаете почему? Поменяли технологию Так Стало лучше Чем чесночное Круто Круто сейчас Вот Никита Сейчас ты задал вопрос Некорректный Чесночное Или сырное Я понимаю Есть еще Турецкий Сегодня я хочу съесть сырное Хорошо Я не пробовал Давно По новой технологии Сыр поменяли Я думаю Она просто бомба Сейчас Все Супер Снято Кто работает не за деньги Тот и растет И зарабатывает потом Вы понимаете Это и у меня такое было Я никогда не думал о деньгах Я думал о том Что нужно Чтобы это работало Ты снимал это все? Это факт Нужно чтобы это работало Если ты добился того Что у тебя бизнес работает Автоматически у тебя деньги потекут Я вспомнил одну из ваших Первых побед По крайней мере Которые заметил я Вы Ну сказать Уничтожили Будет грубо Сместили Одну из федеральных сетей Которая Одна из первых Зошла в город Сабвей Который был Одним из молодежных мест Нашего города Но после появления точки Против политеха Ну что-то там Дела все хуже Хуже И в итоге Они закрылись Ну к слову Там сейчас открывается Еще какое-то заведение Общепита Не будем ничего оценивать Вот каково это было Типа Подумать Что вы смогли Сместить Одну из самых Лидирующих компаний В мире Сабвей По фастфуду Прикольно было Есть Есть такое Сабвей Съехал где-то через год Как мы открылись Но в самом деле Мы об этом не думали Мы не думали Когда мы открывали на Ленина Ресторан быстрого питания Грильница Мы не думали о сабвей вообще Знаете о чем мы думали? Мы думали о том Как платить аренду Как нам начать Зарабатывать отсюда Как нам не уйти Минуса И как нам не закрыться Через два месяца То есть Мы же вложили туда деньги И мы могли их потерять Сколько можете сказать? Уколо 5 миллионов мы вложили В точку на Ленина Да, тогда еще Сейчас конечно Сколько стоила аренда? Это на самом деле Один из самых Волнующих И интересных вопросов В очереди Когда стоят в очереди Заведения Стоят люди Видят огромный трафик И думают Блин, сколько они зарабатывают А сколько у них аренда? Начинают считать Все же предприниматели Поэтому вот всем интересно Сколько была аренда И сколько она сейчас Больше Я скажу Сейчас точно сумму не скажу Но я думаю Что это больше Полумиллиона В месяц В месяц Полумиллиона рублей Аренда Точки на Ленина В месяц Средний Это Ой Ой, сложно Я запыл Это много Ленина Это просто Обезбашенный Рискованный поступок Был наш На нами смеялись В лицо И говорили Вы сумасшедшие У вас никогда там Ничего не пойдет Это невозможно Такую аренду купить А мы это сделали Правильно ли я понимаю Что точка Возле политеха Она стала Одним из Основополагающих Факторов В развитии сети Конечно Узнаваемость Мы получили узнаваемость Мы получили Клиента Студента Клиента Студента Мы получили Это тот Клиент Который всегда голодный Которого Не много денег И которого Ты не обманешь Вы вспомните себя В студенчестве Если невкусная еда И дорогая Допустим Ты ее не будешь есть Повторяю И буду всегда говорить Создай продукт Подключи маркетинг Масштабируйся Но не так Что у нас бывает Открывают ресторан У них невкусная еда Рестораны закрывают Для нас продукт Это наш продукт Это наш шоу-мак Наша пицца Теперь уже у нас продукт Это наш сервис Это наш проект дизайн То есть мы Создали комплексный продукт Это вкусная еда Продукт Который мы даем Нашим франшизи Это сервис Коу-центр Это стандарты Это дизайн и проект Ну по факту Вы даете им библию Того как делать Так чтобы все было хорошо О команде Сколько сейчас В штате команды У вас находится На развитии франшизы И какой возраст Средний этих ребят Офис франчайзинга Я думаю Человек 15 Да, Андрей? Да Человек 15 Который занимается Развитием франчайзинга По регионам Но коллектив Корректируется постоянно То есть и растет Естественно Дмитрий постоянно Обращается к Андрею Сейчас да Все создали себе Образ какого-то Ну более-менее Одинакового человека Но вот обратите внимание Андрей Привет по машинам Ты с нами уже полтора часа Сколько тебе лет? Ты учишься еще? Да И работаешь в грильнице Сколько? Год Год? Ты хорошо работаешь? Это не к тебе вопрос Дмитрий Как Андрею Как вообще парню 19-летнему Можно попасть к вам? Это какой-то Знакомый семьи Или Ну есть ли какие-то Тут уровень связи Или это все искренне? Ребят Андрей пришел Просто помощником Маркетолога Мне кажется Он вообще не получил зарплату По моему ощущения Прошел год Он работает Во франчайзинской компании По сути Он продает франшизу Он общается С партнерами Они анализируют рынок То есть Но Он молодец У него горят глаза Просто горят глаза И он идет вперед Ну Если подытожить То в принципе Человек Который сейчас будет смотреть Наше интервью Молодой парень Студент Девочка Без разницы Которая вот чувствует Что вот у меня глаза Так же горят Она спокойно может прийти В отдел кадров И заявить о себе Спокойно Самое главное Не задавай мне цифры Ну немножко То что Рентабельность Могу сказать Но это не важно Никогда не смотрим На рентабельность Да всем интересно Сколько вы зарабатываете Много Ну вот Очень много Мы зарабатываем много Будем зарабатывать еще больше А если наши партнеры будут Мы зарабатываем еще больше И они будут зарабатывать И на футболке Мы тоже вместо СССР Дмитрий Иванов Голосует Не подскользнись Так Мы находимся где? Конечно же Внутри Внутри того места Где Делаются кулинарные шедевры Сегодня Дима Ну Дмитрий пока не знает Что он сейчас будет Крутить шаурму Точнее Возможно Он это уже понимает Но он не знает Что его будут оценивать Те люди Которые этим занимаются Каждый день Поэтому Сегодня вместе с вами Мы дадим Оценку И посмотрим Насколько Дима Умеет это вообще Все делать И не забыл ли он Это уже А то такие деньги Дмитрию Мы сейчас все выдадим Все ингредиенты Необходимые Они вообще у нас есть Все подготовлено Бам Это кстати Было очень неожиданно Сейчас Ладно Пока Дмитрий готовится Никита Давай с тобой поговорим Вот максимально честно Дмитрий нас сейчас не слышит Работа в грильнице Это круто в Барнауле Да Никит Готовился К чему? К интервью Вообще нет Сколько зарабатываешь? Это коммерческая Давай так Какой-то распространенный ответ В этой компании Здесь Поэтому мы будем с этим разбираться Больше 50 Пойдемте Пойдемте Крутить шавурму Если тебе в 27 лет Еще ни разу не готовил шавурму Основатель грильницы Просто мы находимся в эпицентре Я ощущаю себя человеком Который пришел Стажироваться первый раз в грильницу Потому что навыки Маленько потеряны И в самом деле То, что сделала наша команда Стандартизировала все Но это все выглядит по-другому И ощущается по-другому Если мы раньше могли играть с чем-то То сейчас все понятно, что делают Нужно привыкнуть к этой системе Поэтому все очень круто К чему мы шли Мы приходим И идем в этом направлении Здесь я бы поставил 5 По-фотности Но вот Это уже технологический процесс Который в принципе никак не отразится Я попробовал по своей технологии сделать Размазывать, как я понял А сейчас я попробовал по-другому Размазывать Сам, намеренно И видишь И сразу Не по стандарту То есть я сейчас попробовал Получится ли у меня по-другому А не получилось То есть Ребята делают все правильно получается А наше что дело? Наше дело пробовать Да, все Мы уносим это на прожарку Никита, прожарь Ребята По пути сейчас съедят быстренько Дим, мы с тобой находимся Возле легендарного места Ну, по крайней мере для тебя Это первая точка С которой начался путь Фастфуд сети грильницы Все верно? Да Начиналось все с того Что мы искали точку Для того, чтобы открыть колбасный отдел Очередной Уже это был пятый колбасный отдел у нас И когда мы проезжали по Юрино Мы увидели, что на этом месте Продаются три железных комка Просто комки Старые металлические комки И мы сразу отреагировали на эту рекламку Продажи Позвонили И нам собственный сказал, что мне уже пообещали завтра Принести за него задаток И мы поехали С ним встретились Его убедили, что нужно сегодня от нас взять задаток А не завтра от той тетеньки И мы дали ему сегодня задаток А завтра пришла женщина, которая хотела купить А он говорит, а я вчера уже получила пацанов задаток В два раза больше Ну, как вы думаете, поступил правильно тот человек? Конечно Кто первый заплатил, тот и правит? Время Время То есть мы опередили человека Который завтра готов был отдать задаток Который завтра узнал бы А можно переоформить это место в администрации? Она хотела проконсультироваться в администрации А мы не консультирулись нигде Приняли решение сейчас Дали задаток И сегодня здесь вот гринится в таком формате Ну, вообще начиналось все, конечно, печально Мы нашли Знаете, вот Открыли объявление И нашли повара Его звали Петя Петя, он из Заринска Приехал к нам Говорит, ребята Я вам сейчас сделаю шаурму Закатаю, закручу Все будет четко Попрете там Будете на первом месте Петя делает шаурму И что ты думаешь? Ну, она, оказывается Буррито, что? Оказывается, эта шаурма нам не нравится Нам продукт не понравился Но Петя сделал свою работу То есть он технологически нам показал процессы определенные И он остался работать Но мы включились в продукт И начали налаживать С первого же года вам пришла мысль о том, что нужно добавлять фишечек Каких-то С первого дня мы поняли, что нужно продуктом работать И нам первый год было очень тяжело Мы первый год работали без продукта Мы работали просто шаурму продавали Непонятный соус, непонятные градиенты То есть мясо еще не могли правильно мариновать И поэтому мы год работали тяжело Уходили в минуса Не понимали экономику общепита Откуда деньги брали? Занимали? Ну, мы занимались колбасными изделиями То есть просто из одного бизнеса деньги текли в другой И дохода как-то дарова То есть эти 200-300 тысяч перетекали на другого бизнеса И мы как бы работали в ноль Замещали прибыль и убытки И наш бизнес колбасный, конечно, он нам помог первый год Выдержать вот это, то, что мы делали Но, честно сказать, мы хотели закрыть Мы сели, раз Нами сотрудники начали манипулировать сильно Ну, то есть манипуляция сотрудников – это самое страшное Вот Тут нужно четкие действия В каком плане манипуляция была? Ну, я уйду, вы без меня не сможете Добавьте зарплату Да Мы всех выгнали Остались два человека Это девушка, которая сейчас управляющая до сих пор И еще один повар-узбек Они двое остались Мы им дали выходные Сами уехали, кстати, в Горный Алтай Сели на берег Катуни Посидели три дня, отдохнулись, плавились На конях покатались Приехали, набрали новых сотрудников Новых, абсолютно И у нас пошел процесс То есть мы набрали команду, которая стабильно начала работать Которая стабильно с нами хотела развиваться Вот И через год мы пришли к продукту На тот момент вы уже работали со своим братом Женей То есть это уже был ваш бизнес У нас были колбасные отделы И вот эту идею мы уже как бы придумали совместно Дим, ну и каково? Каково это работать с родственниками? Вы знаете, с родственниками начинать работать очень круто Но это один из стереотипов того, что с родственниками даже нельзя Начинать Вы знаете, я бы, наверное, не согласился с вами Потому что мы начали совместно с братом Плюс помогала моя мама торговать колбасными изделиями, когда я учился в институте У меня жена на третий месяц работы гривенцы У меня жена стояла месяц возле кассы и вникала во все процессы Потому что мы не могли понять, откуда у нас недостачи, воровство, непонятные какие-то движения со стороны кассиров И когда она встала, она нам открыла глаза на какие-то процессы То есть начинать семейный бизнес можно и даже нужно Но вовремя нужно распределить обязанности То есть чтобы интересы не пересекались Если вы в бизнесе остаетесь с братом Нужно, чтобы он занимался своим делом, ты занимался своим делом А лучше, чтобы еще дополнительный человек руководил компанией А вы не лезли в это управление Либо лезли по своим интересам Один производством, один статическим развитием А там операционка занимается, третий человек, который знает, что он делает Дмитрий, три совета для регионального предпринимателя И что в первую очередь необходимо учитывать при создании бизнеса Три совета Ну, ребят, первый совет нужно делать То есть не ждать, не откладывать на завтра, а делать сейчас Второе, нужно оценивать, выбрать правильное направление Оценивать все риски Все равно нужно подумать Прежде чем какую-то тему начать анализировать Обязательно нужно обдумать все Третье, не надо отговариваться То есть первое делать Второе, не надо отговариваться Если ты решил, то все-таки иди к той цели, которую ты решил реализовать Это очень важно А в самом деле, чтобы еще глаза горели Глаза горят, у тебя все получится И самое главное Каждый человек психотерапевт В каком плане? С молоду начинай становиться психотерапевтом Психотерапевт тот человек, который с командой постоянно в контакте И который готов решить его проблемы Выслушать, успокоить, направить Нужно отрабатывать с молоду эти качества психотерапевта Евгений для вас, брат ваш психотерапевт Он для сотрудников тоже, возможно, был когда-то психотерапевтом И я был психотерапевтом Для кого-то, может, я остаюсь То есть у нас, у руководителей отделов, там, направления Они все психотерапевты в своей команде В своей команде все психотерапевты Потому что нужно уметь наладить процессы Вот бывает такое, что я не хочу работать Все, ухожу от вас У него какое-то там горе Ты должен понять, выслушать и помочь А бывает горе Сколько мы помогали нашим сотрудникам Проблемы с деньгами, какие-то там провалы, аварии, смерти Всегда помогали и старались понять Но это очень важный момент Это с молоду нужно заряжать Дмитрий, но есть у меня одна идея Так как мы находимся на первой точке сети фастфудов Грильница Ну вот я вижу, есть люди, клиенты А можем мы вот так вот Ну вы же основатель Ну вы же можете себе позволить Пойдем сейчас и всем, кто сейчас там повезло и находится Мы подарим что-нибудь бесплатное Да без проблем Ребят, я напомню, сейчас мы находимся в месте, в котором Только что будет сейчас аттракцион Неслыханной щедрости Дмитрий Я вам приоткрою дверь, запущу вас первым Ну а я проявлю лидерские качества и скажу Дамы и господа Всем здрасте, минуточку внимания Я сейчас нахожусь с Дмитрием, основателем компании Грильница И все, кто сейчас находится здесь Всем бесплатная шаурма По бесплатной шаурме, каждому По большой, по самой По самой большой делаем Давайте поаплодируем этому факту Дмитрий проспорил в карты мне Есть такое ощущение, что люди не верят Что сейчас можно бесплатно абсолютно заказать шаурму Поэтому я на всякий случай скажу еще раз Ребят, это абсолютно не шутка по поводу бесплатной шаурмы Девочки, кивните Кивните, это так, да, на самом деле Так что все, все заказываем спокойно Всем желаю, продолжаю хорошее настроение, ребят Есть ощущение того, что находясь в маленьком городе Люди не привыкли, что им дают что-то Подарок, что ли, я не знаю Особо счастья я не увидел Но я надеюсь, что сейчас люди, которые начнут первые Абсолютно бесплатно есть шаурму Я думаю, им это зайдет Девушки, здрасте, гриль номер один Можно, пожалуйста, шаурму с доставкой Домашняя, средняя Сырная Ну сделайте так, чтобы ее привезли Я оплачу доставку Четыре шаурму Четыре шаурму Четыре шаурму Давайте четыре шаурму Ненаборский трасс, отдаленный райзон На домашний, не получит доставочку На зоне доставки определенная есть по городу Можете нас вместе отнакомиться здесь Угу, спасибо Я умру голодным, до свидания Тандыр закажет, тандыр быстрее привезет Для заказа, потому что на южном Давай тандыр, поинтересному, мне само интересно Давайте тандыр Здрасте, девушка Можно, пожалуйста, шаурму с доставкой? Да, мы когда-нибудь справляемся Живем в календарном Понятно, спасибо Это что получается? Все знают, что вы живете здесь? Получается то, что никто не знает, что тут живу Наконец-то мы перенеслись в локацию В которой можно спокойно посидеть без солнышка Мы находимся у Дмитрия дома Соответственно, вся атмосфера располагает к тому, Дим, чтобы поговорить с вами не о бизнесе Не о жизни в нашем городе, а о вашей жизни У вас сейчас двое детей У меня двое детей Сколько лет он? Одному будет пять, второму будет семь Три главных качества мужских какие считаете? Справедливость Справедливость Мужество Харизма Видите уже в детях своих таких... Ну конечно, конечно вижу Они копируют Вообще, если честно Один ребенок копирует меня Старше Младше Немножко берет у моей супруги Мальчик должен уметь драться? Конечно должен, обязательно Только Вот кошечка опять пришла у нас Умеет Уметь нужно драться Уметь за себя постоять Не умеешь драться Смудились Это на характере все, я считаю Ты можешь не быть чемпионом по боксу Или мастером в спорт или кандидатом Но ты просто, если за себя постоишь Ты уже сделал многое Когда вы последний раз дрались? Он, наверное, в студенчестве Примерно Что за ситуация была? Да там Все это За девчонок там дрались В клубах? Ну в клубах нет, наверное За девчонок я уже не помню За девочку Что бы был какой-то там Вот Ну там не сильно Типа раз на раз Или там толпа Нет, раз на раз Кстати Раз на раз Самое важное Раз на раз Толпа это Что это за драка? Лизбиение В обычной школе В школе уже Первый класс Пойдет в школу В обычную школу Да В обычную школу Устроили Пойдет в нашу Барнаульскую школу Среднеобразовательную Телефоны есть у них? Да Вот две недели назад Я купил телефон Старшему сыну Нокио с фонариком Помните? У нас Нокио с фонариком был Ну соответственно Да Мы помним Да Да И бумер Ну то есть Понимаете Что Сейчас Дорогое приобретение В виде какого-нибудь Айфона Ему сейчас Абсолютно не нужно Хотя он Наверное Это все знает уже Он все просит Уже Он все понимает Фонарик Самое максимум Что могу дать ему Фонарик И причем Он понял Что фонарик Это тоже плюсы Ребенок должен понимать Всю ситуацию С ним нужно Разговаривать Рассказывать Я своему сыну Рассказываю О своем бизнесе То есть С чего мы начинали Как мы к этому пришли Он Вот был у врача Говорит Что хочу быть Директором Гривницы Когда папа На пенсию пойдет И психотерапевты Проходят перед школой Всегда И обязательно Вот С ребенком Общаются Перед школой И вот Когда он услышал Эту фразу Он понял Что он довольно Адекватный Парень Нормальные мысли Нормальное желание От Хвастовства Я стараюсь Объяснять Что это плохо Проскальзывает Он просто говорит Иногда он говорит Чем занимается папа То есть Ну Это детские Вот эти моменты Он говорит Чем папа занимается А его друг говорит У меня папа Допустим Углем занимается Вот Все что пока На 7 лет Они способны Оценивать ребенка До 18 лет Ну Мне кажется Неправильно Он может говорить Одно Третье Пятое Десятое Про своего родителя Да Если он даже У него обеспеченный Папа И если он После 18 лет Начинает Увеличивать капитал Своих родителей В один Раз В два В три То он крут Почему нет Он же увеличил капитал В разы Он крут Но Если человек добился С нуля Всего Он Наикрутейший Молодец Но если он Не добился Ничего Живет за счет Родителей И это Показывает На показ Свои Там 18 19 20 лет И старше Да То Нужно Вздуматься О том Что все Может рухнуть У него Как вас Воспитывали Родители Но Если честно Нас Воспитывали Просто Вот Я благодарен Маме и папе За что Во-первых Мой папа Какие качества Я взял у него И что я помню Он никогда Никому не завидовал Никогда Никогда Никого не обсуждал Вот И он Не бизнесмен Он не был бизнесменом То есть Мой отец Не бизнесмен Он занимался стройкой Ему все устраивало Он зарабатывал Свои деньги И дальше Ну ему это не надо было Хотя мой дед Был очень деловой Деловой человек Его отец Вот Мама Она с нами ходила Я благодарен Что она с нами ходила Ходила за нами Всегда Нас домой Домой Как-то Ну В школе держала Там Внушала Что курить плохо Пить плохо И вот Внушение У меня до сих пор В голове Что курить плохо И пить плохо Представляешь Кто нам нушил За эти Там 10-15 лет Сейчас Не курите? Нет Не курю Курили? Пробовал еще В студенчестве Ну нет Не было там Зависимости Нет У нас никто Не курит Из мужчин В семье Ни деды Ни прадеды Ни отцы По поколению Прям Ну и девушки Тоже Естественно И женщины Есть такой Тип Девушек Которые Ищут себе Ну Все сразу Ну Есть Комплект Их Вполне Не затрагивает Тот факт Что у вас Возможно Есть Жена И дети Кто-то Готов Быть В рамке Любовницы И так далее Сталкивались С такими Ну Прям Кто Объективно Говорил Вам Дмитрий Я хочу С вами Спать И все Больше Ничего Никит Ну так Не говорили Но Намекали То есть Это нормальная Ситуация Девочки Хотят Конечно Хорошего Мужчину Интересного Желательно Который Зарабатывает Да Ну вот Третий Факт Скорее всего Для них Более Самый Важный Да Не надо Это вестись Просто Не надо Это вестись Потому что Пойми Моя Супруга Она со мной Начинала Когда У меня Ничего не было Топ Три Предпринимателя Города Барнаул Не считая вас Вы Иметь ввиду Знаете Тут Я готов Ковыть Про Предпринимателя А тут Джилика Ну Так Не честно Дань Попросил Ну конечно Позанимайтесь Сейчас Супер Не хочу Если ты Будешь мешать На катере Не поем Понимаешь Нам уже Время Пожалуйста Сынок Ладно Я снимаю Да Анжела Реши вопрос Пожалуйста Так Давайте Вопрос еще Let's go Дмитрий Топ Три Предпринимателя В городе Барнаул Я Очень Восхищен Компанией Допустим Первый Это Марья Рада То есть Люди Которые Здесь Родились Да Которые Начали С города Барнаул И Завевали Такие Рынки В Сибири Да Далее У нас Есть компания Губернский Лекарь Аптеки Губернский Лекарь Тоже Человек Добился Больших Успехов Да И Многие Знают Как это Все Начиналось Третья Третья Компания Я думаю Что Надо Взять Строителей Все Таки Даже Не Одних Строителей А Массу Строителей Сразу Три Фамилии В голове Ну Так Ну И Сэлф Да Строительная Компания И Адалин Строй И КЖБИ Да И Строительная Компания Женщина Инициатива И Предприниматели Которые В Барнауле Сделали Такой Бизнес Да И Застроили Барнаул Топ Три Хотел сказать Я книг Но Дмитрий Принес Четыре Поэтому Будет Топ Четыре Книга Три Будем Да Нет Давайте На самом Деле Знаете Книга Которая Но В ТОПе Хорошего К Великому Джим Коллинз То есть Наверное Читал Да Нет Конечно Ж Хорошая Книга Рекомендую Прочитать Рекомендую Прочитать Здесь Про Компании Компании Которые Великие Компании Да Великие Компании Никогда Не ешь В одиночку Мне Прекомендовали Прочитать И В общем-то Легкая Книга Для Прочтения Это Про Нетворкинг То есть Ну Интересная Книга Я Свету Ее Прочитать Сегодня Я Читаю Хочу И Буду Михаил Лобковский Одна Из Сейчас Таких Нашумевших Книг Да У меня Супруга Тоже Психолог Рекомендовал Мне Прочитать И Ребят Книга Очень Крутая Тихо Стоп Че Что происходит Данил Прошел Да Нагрело Ни Не Закрывай Спасибо Значит Третья Книга Хочу И Буду Михаил Лобковский Я ее Начал Читать Очень Крутая Книга Рекомендую Но В самом Деле Крутая И Четвертая Книга Которую Я еще Не Начинал Читать Но Судя По Ветхой Обложке Называется Строговы Кто Автор Георгий Марков Эта Книга Мне По Поколению Перешла Я Просто Недавно На шотах Получилось Я Еще Начну Читать Дмитрий Иванов Основатель Грильницы Был Сегодня Со мной Спасибо Дмитрий Вам Что Потратили Полдня Полдня Мы с вами С 9 утра Все Родился Пригодился Пока Город Который Все Помнит Город Который Простит У каждого Своя Колоколь И каждый Сам Выбирает Где Жить Дмитрий Дмитрий Дмитрий